МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И вот главные темы этой пятницы. Изменения в бюджете. На заседании Совета депутатов Люберецкого района обсудили, куда направить дополнительные 20 миллионов рублей. Единение муниципалитетов Подмосковья. Люберецкий район уже 47-й в эстафете флага России. Отчего и от кого зависит судьба храма на Новолюберецком кладбище? Наш корреспондент объяснит, почему медленно идет строительство. На улице Кирова разбили одну из новых остановок общественного транспорта. Интересно, что павильоны антивандальные. Они выполнены из алюминия и специального закаленного стекла. 10 павильонов установили на улице Кирова на прошлой неделе. Еще не успели оформить расписанием движение транспорта. Однако силу вандалов не выдержало даже противоударное стекло. Ну, в борьбе брони и снарядов всегда побежал снаряд. Жалко очень, потому что, понятно, хочется. Остановки поставили новые, такая красота даже фотографировала ее. Вот, и вот, конечно, жалко очень. Общая стоимость павильонов – 2 миллиона рублей. Они выполнены в едином стиле и заменили устаревшие и аварийные остановки. Наталья Григорьева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. А теперь обо всем подробнее. В городской администрации состоялось плановое совещание штаба по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального и энергетического хозяйства к отопительному сезону. О том, как продвигается работа, сообщили представители управления ЖКХ, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Доходы муниципального бюджета увеличиваются на 19 миллионов 976 тысяч рублей. Обусловлено это ростом динамики налоговых поступлений. Большая часть средств, а это 17 миллионов рублей, пойдет на ремонт учреждений образования. Были выбраны управлением образованием учреждения, которые требуют немедленного ремонта в связи либо с аварийной ситуацией, либо с обращениями в адрес губернатора, либо с предписаниями контролирующих надзорных структур. Внесены также изменения в положение о муниципальном имуществе района. Администрация теперь сможет заключать договоры безвозмездного пользования с учреждениями, оказывающими скорую медицинскую помощь. Администрация Либерецкого района планирует в короткий срок начать работу скорой медицинской помощи. Учитывая, что у нас с вами тайкового вида деятельности не было и организаций, с которыми мы бы заключали услуги на оказание медицинской скорой помощи нет, то потери в бюджете о предоставлении и заключении данного договора бюджет района не принесет. Председатель Совета ветеранов Юрий Орехов удостоится звания почетный гражданин Либерецкого района. Это решение было принято на Совете депутатов единогласно. Награду Юрию Александровичу вручат в торжественной обстановке 5 сентября. Наталья Григорьева, Александр Орлов, Либерецкое районное телевидение. Российский флаг длиной в 61 метр поднялся в небо. В Люберцах торжественно приняли эстафету «Флага России», которая стартовала еще 12 июня в Истринском районе. Символ страны уже побывал в 46 городах Подмосковья. Теперь к общему полотнищу присоединилась и часть флага с символикой Люберецкого района. Инициаторами эстафеты стали представители регионального отделения молодой гвардии и партии «Единая Россия». Эстафету российского флага организаторы проводят во всех муниципалитетах Московской области. Люберецкий район стал 47-м по счету и принял ее от представителей партии «Единая Россия» городского округа Котельники. Для меня честь было сегодня принять этот флаг от представителей Балашихи. И мы провели у себя в городе Котельниках данное мероприятие. Всем очень понравилось, было очень весело. И вот я привез данный флаг в Люберецкий район. Цель акции – поднятие и воспитание патриотического духа. Ведь российский триколор – это символ нашего государства. Акция призвана стать связующим звеном между городами Подмосковья. И вот Московская область придала такой масштаб этой эстафете огромной. Поэтому огромное наше полотнище российского флага будет олицетворять, что мы все вместе едины. Почетное право принять эстафету флага досталось представителям партии «Единая Россия», а также депутатам нашего города. Как и предшественники, они присоединили часть флага с символикой Люберецкого района к общему полотнищу. Тот масштаб и та яркость, как она проходит, это очень элесно, очень приятно. Каждый район пытается выделиться. Люберецкий район тоже отличился и встретил эстафету со своей изюминкой. Российский флаг, длина которого на сегодняшний день стала более 60 метров, поднялся в небо на 70 огромных шарах, знаменующих 70-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. Наташинские пруды – это символ определенной красоты нашего города. И как не здесь провести эту акцию. И вот сегодня мы видели, как парящая птица, флаг России развивался над Наташинскими прудами. Ну а сейчас, как раз в завершении этой акции, посмотрите, вот этот наш флаг, он частичками разошелся по всему городу. Эстафета стартовала 12 июня и будет проходить до 22 августа. За это время российский флаг пройдет через все муниципалитеты Подмосковья. В каждом из них он будет расти и к закрытию достигнет рекордных размеров. Анна Троян, Андрей Пластунов, Люберецкое районное телевидение. На очередном заседании Общественного совета при Межмуниципальном управлении МВД России Люберецкое были обсуждены вопросы, касающиеся краши и угона автотранспорта и дополнительных мер, которые могут помочь полиции в раскрытии этих преступлений, а горожанам сохранить свое имущество. Тема, поднятая на заседание Общественного совета, очень актуальна, так как хищение автотранспорта в Люберецком районе происходит практически каждый день. Наиболее напряженная ситуация в новых микрорайонах, в частности, в микрорайоне Красная Горка. Район построен, как таковы-то там стоянок очень мало в этом районе. То есть большая часть людей паркует автомашины во дворах, поставляют их многие на длительный период в связи с ремонтами этих же новокупленных квартир. Дворы видеонаблюдением там не оборудованы. То есть преступники, совершая хищение с данных районов, спокойно выезжают дальше в поля и имеют, в принципе, выезд на любое, на Егорьевское шоссе, она тоже, и могут перегонять машины в любом направлении. Также много угонов полицейские фиксируют с перехватывающих парковок и от больших торговых комплексов типа «Мега». Так уже за прошедшие шесть месяцев текущего года было похищено 95 единиц автотранспорта. 21 преступление раскрыто. Члены общественного совета предложили усилить работу участковым инспекторам, в частности, проводить работу с населением и призывать людей сообщать полицейским о подозрительных машинах. Тем более, что примеры такой бдительности уже есть. Это же пример. Позвонил создательный граждан из Краскова. Вот на улице 2-я заводская стоит машина, говорит, вот как подозрительная. Подъехали наши инспектора, проверили. Пока проверяли машину, там, собственно говоря, и человек подошел, который туда поставил. Она угодно была с домоделой. Еще одним из способов борьбы с угонами, по мнению членов общественного совета, может стать более широкое оповещение граждан о похищенных автомашинах путем создания специального сайта. Свежую информацию выкладывать. Любой человек просто в смартфоне нажал сайт, допустим, МВД и так далее, посмотрел список. Оно не оно, все. Сотрудники полиции согласились, что подобные мероприятия в какой-то степени помогут улучшить раскрываемость преступлений по угонам. Но призвали и самих автолюбителей более ответственно относиться к своему имуществу. Ольга Щевелева, Андрей Пластунов, Люберецкое районное телевидение. В Люберецком районе появится центр активного долголетия. Дом-интернат для пожилых людей построят в ближайшие два года в городском поселении Малаховка. Там будут расположены медицинские кабинеты, спортзал, зоны отдыха. Также будут проводиться учебные и творческие мастер-классы. Презентация проекта состоялась в городской администрации. Центр активного долголетия будет состоять из двух зданий. Одно для дневного пребывания, в другом расположится дом-интернат с психоневрологическим отделением. Одновременно там смогут проживать 180 человек. При этом часть мест будут переданы в собственность администрации Люберецкого района. Мы очень рады, что те, кто не смогут позволить себе нахождение, где семья не сможет заплатить, вы сможете, социальные службы смогут поправлять вечеринников из малообеспеченных семей. Строительство центра планируется начать осенью. Вместе с тем инвесторы обратились к представителям администрации с просьбой помочь с прокладкой коммуникации и благоустройством территории будущего центра. Проект есть, инвестор есть, инженерируем поможем, порубочный билет дадим. Что еще? Водоканал. Водоканал, это инженерия, я все имею в виду. Да, поэтому суть такова, что мы, что касается нас, мы максимально поможем. Ввод объекта в эксплуатацию назначен на 2017 год. Жителей познакомят с планом Центра активного долголетия на публичных слушаниях, которые пройдут 16 июля этого года в Малаховке. Наталья Григорьева, Андрей Полустунов, Люберецкое районное телевидение. В декабре 2013 года на Новолюберецком кладбище был заложен первый камень, фундамент новой церкви во имя иконы Божьей Матери и всех скорбящих радость. Это событие стало значимым для всех жителей города. У верующих появилось бы больше возможностей для того, чтобы зайти в храм, помолиться за здравие родных, близких и вспомнить об ушедших. Вместе с тем, по прошествии полутора лет, строительные работы в храме все еще продолжаются. Почему? Ответ на этот вопрос искал наш корреспондент. Земельный участок под строительство Скорбящинской церкви был выделен администрацией Люберецкого района по многочисленным просьбам жителей, чьи близкие и родственники покоятся на Новолюберецком кладбище. Проектировать новый храм доверили архитектору Леониду Колоколову, тому самому, что воссоздал несколько лет назад храм Преображения Господня на Октябрьском проспекте. Казалось бы, есть место, проект, рабочие руки, но, как говорится, на все воля Божья. Даже сейчас приблизительную дату открытия церкви не могут озвучить ни застройщики, ни православный приход. Мы пока не загадываем никакую дату, потому что строительство идет на пожертвования, они поступают абсолютно нерегулярно. К сожалению, многие думают, что раз начали строй, значит, деньги уже нашли. У нас не так. Заметим, что возведение церкви на Новолюберецком кладбище во многом стало возможным благодаря финансовой помощи крупнейших производственных, строительных и торговых предприятий. Среди них завод «Звезда», компания «Ареал», а также аутлет-центр «Белая дача». Посильную помощь оказывают и простые прихожане, покупая именные кирпичики. В целом строительство храма обойдется примерно в 30 миллионов рублей. Собрана примерно треть необходимых срез. Конечно, времена сейчас в финансовом смысле непростые, но тем не менее, как видно, стройка движется, стройка идет. Я бы хотел выразить сердечную благодарность жителям Люберец, Люберецкого района, которые не остались равнодушны, вносят свой вклад в это благородное, святое, богоугодное дело. Стоит отметить, что пожертвования на строительство Скорбящинской церкви можно перечислять на специальный банковский счет. А для приема наличных средств установлены специальные кубы на Новолюберецком кладбище и в храме Преображения Господня. Ольга Щевелева, Алексей Адамов, Андрей Пластунов, Люберецкое районное телевидение. Ну что ж, к этому часу у меня вся информация. С вами была Ирина Михайлюк. До встречи в следующих выпусках. Следите за тем, что происходит в городе и районе вместе с телеканалом ЛРТ. Субтитры подогнал «Симон»!